МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях города и региона в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии Юлия Шевцова. И вот о чем расскажем сегодня. Восьмая в истории страны и пятая для Владимира Путина. В Кремле состоялась церемония инаугурации президента России. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Настоящая музыкальная легенда. Дирижер с мировым именем Валерий Гергиев совместно с объединенным оркестром Мариинского и Большого театров выступил на Тольяттинской сцене. Такой подарок городу сделал АвтоВАЗ накануне Великого Дня Победы. Вот наша дружба с Васимем Юрьевичем, не первый, второй, третий день, даже не первый, третий год, она не могла не привезти нас вот сюда, в этот зал, к вам. Конечно же хочется поблагодарить в первую очередь нашего Великого Маэстро и легендарный оркестр, теперь уже сводный оркестр Большого и Мариинского театра за такой великолепный пасхальный подарок всему городу. С большим трепетом, благодарностью и душевными песнями ветеранов Великой Отечественной войны поздравили кадеты и юноармейцы Тольятти. Выходи, монархи, Катюша, Владимир Путин в пятый раз официально вступил в должность президента Российской Федерации. Инаугурация по традиции прошла в Большом Кремлевском дворце. Избранный глава государства принес присягу в торжественной обстановке в присутствии свыше двух с половиной тысяч гостей. Среди них члены правительства, парламента, судьи Конституционного суда, другие представители власти, общественные деятели. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Владимир Путин подчеркнул, что будет делать все необходимое, чтобы оправдать доверие граждан. Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать нашим, и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим. Победим. Церемония завершилась артиллерийским салютом на Соборной площади. Там же прошел парад президентского полка. Напомним, избранный с результатом 87% голосов Владимир Путин 7 мая вступил в должность в пятый раз. С этого момента будет отчитываться его новый шестилетний президентский срок. Дирижер с мировым именем Валерий Гергиев выступил на Тольяттинской сцене. Маэстро совместно с Объединенным оркестром Мариинского и Большого театров исполнил шедевры мировой классики в рамках 23-го Московского пасхального фестиваля. В Тольятти музыканты посетили благодаря президенту АвтоВАЗа Максиму Соколову. Такой подарок городу предприятие сделало накануне Великого Дня Победы. Валерий Гергиев дал концерт в культурном центре Автоград, а затем посетил Павловскую академию святителя Алексея. Обо всем подробнее далее. Знаменитый маэстро Валерий Абисалович Гергиев прибыл в Тольятти вместе с музыкантами Мариинского и Большого театров. Почетных гостей лично встретил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Валерий Абисалович, почет и уважение, добрый день. Здравствуйте. Не знал, что вы. Здравствуйте. Пристос воскресе. Пристос воскресе. Здравствуйте. Привет. Большая честь для нас. Спасибо, спасибо, что прибыли в Тольятти. Добро пожаловать. Вот обычно хлебом, солью встречают, а мы вас пасхальную неделю, пасхой. Спасибо. Кристос воскресе. Мои весеные воскресе. Гастрольный тур музыкантов проходит в рамках 23-го Московского пасхального фестиваля, художественным руководителем которого является сам Валерий Гергиев. Программа охватывает 24 города России. Тольятти впервые в их числе благодаря президенту АвтоВАЗа. Именно Максим Соколов пригласил маэстро дать концерт в нашем городе. Это грандиозное по своему масштабу событие АвтоВАЗ подарил городу накануне Великого Дня Победы. Концерт посвящен ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, ветеранам АвтоВАЗа и всем жителям Тольятти. Легендарный мастер уже посещал Тольятти в 2007 году. Тогда под управлением дирижера играли музыканты Мариинского театра. Конечно же хочется поблагодарить в первую очередь нашего великого маэстро и легендарный оркестр, теперь уже сводный оркестр Большого и Мариинского театра за такой великолепный пасхальный подарок всему городу. И конечно же хочется пожелать только одного, чтобы он почаще приезжал в наш Тольятти, потому что мы его не видели уже больше 15 лет. Весь этот замечательный музыкальный коллектив дарит нам сегодня невероятные эмоции. И этого бы не было, если бы не Максим Юрьевич Соколов, если бы не Волжский автомобильный завод. Именно по приглашению Максима Юрьевича, маэстро Гергеев приехал к нам, именно Волжский автомобильный завод организовал и обеспечил, и оплатил этот замечательный концерт. Со сцены прозвучали шедевры мировой классической музыки. Композиции Штрауса, Вердии, Римского-Корсакова, Щедрина и не только. Симфонический оркестр играл в унисон. Звуки духовых, струнных и ударных инструментов слились в едином музыкальном потоке. К высокому искусству прикоснулись приглашенные гости, представители Автоваза и других предприятий города. Нужно сказать, что этот оркестр нужно понять душой, надо его прочувствовать, надо услышать все то, что хотел сказать этот оркестр нашему городу. Поэтому я хочу их поздравить с праздником, пожелать им хороших выступлений, не только в нашем городе, но и в следующих городах, куда они поедут. Завод дарит городу концерт Гергиева. Мы говорим ура, 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 приобщимся к такой высокой культуре, такой высокой музыке. Ну замечательный концерт, большое событие для нашего города. Валерий Гергиев – это звезда мировой величины. Спасибо Автовазу за это мероприятие, которое проходит в нашем городе. Мы под впечатлением, мы в восхищении. Концерт завершился знаменитой оперой Чайковского «Щелкунчик». Но зал не отпускал виртуозных музыкантов. Артисты исполнили на бис увертюру «Летучая мышь». Зрители аплодировали стоя. Хотел бы отметить, что Автоваз в лице Соколова возрождает ту традицию, которая была в 90-е годы, когда команда, возглавляемая Каданниковым, несмотря на самое тяжелое время в это, очень сильно и хорошо поддерживала оркестр Спивакова. Спасибо Автовазу, что пригласил вот такую звезду мировой величины именно в Тольятти. По-моему, на моей памяти это первый раз. Да, первый раз я в жизни Каданникова. Мы обычно посещаем все концерты. Я вообще любитель всего всех концертов. В Самару ездила, но такая величина здесь у нас. Мы очень довольны. Такое событие сегодня в городе, я думаю, оно такое впервые, потому что сам оркестр Муринского театра приехал. И Валерий Гергеев – это дирижер с мировым именем. Президент Автоваза Максим Соколов и глава города Николай Ренц поблагодарили оркестр за великолепное выступление и преподнесли пасхальный подарок великому маэстро. Первый день, первый день праздничной, пасхальной недели, воистину дорого яичного престола в день. Вы изменили ваш маршрут, вашего пасхального поезда и прибыли к нам в Тольяттик. Мы также дорожим дружбой. Вот наша дружба с Василием Юрьевичем не первый, второй, третий день, даже не первый, третий год, она не могла не привезти нас вот сюда, в этот зал, к вам. Это первое объяснение того, что происходит. Мы вернемся еще в Самару. Мы действительно меняли маршрут. Я также хочу поблагодарить Нью-Йорканта. Дело в том, что нам предстоит где-то 20 тысяч километров по этим поездам. Так что мы здесь оказались где-то в середине огромной цепочки каратопа и играем мы ничуть, так сказать, не менее усердно, чем в Нью-Йорке или в Лондоне. Поверьте, человек, который это делал не раз, а не два. Концерт завершился и началась программа, организованная специально для почетного гостя. Маэстро совместно с Николаем Ренцем, Максимом Соколовым, епископом Тольяттинским и Жигулевским Нестором посетил Академию образования и искусств имени святителя Алексия. Отец Дмитрий Лескин показал все, чем гордится уникальное высшее образовательное учреждение – атриум, библиотеку, филармонию. У первой скрипки Мариинского оркестра Лоренца Настурика-Гершовича возникло желание сыграть на сцене филармонии. Прозвучала несравненная скрипка Страдивари. Своим творчеством поделились с гостями артисты ансамбля Академии «Алконост». Фотография на память с великим маэстро и Валерий Гергиев отправляется дальше по маршруту пасхального фестиваля, оставив в культурной жизни Тольятти ярчайшие воспоминания за последние несколько лет. С большим трепетом, благодарностью и душевными песнями ветеранов Великой Отечественной войны поздравили кадеты и юно-армейцы Тольятти. Юные музыканты исполнили «Катюшу», «Атыбаты» и другие патриотические песни прямо под окнами домов. Принимать поздравления ветеранам в эти дни особенно волнительно. С ними пообщались наши корреспонденты. Почти 80 лет прошло с момента тех страшных событий, но воспоминания о военном времени оставили в памяти ветеранов неизгладимый след. Николай Яковлевич Истомин встретил войну с 16-летним мальчишкой и вмиг повзрослел. По сей день вспоминает, как пришлось отложить в сторону новый велосипед и отправиться на фронт. Вмиг купила мать велосипед, я его повесил на стенку и уехал, не катался ни разу. Прошел Австрию, Венгрию, Чехословакию, Прагу, конец войны. Мы все рады до невозможности, потому что долго ждали ее. Ключевое событие Дня Победы – торжественный парад. С него и начинают поздравления каждого ветерана. А дальше трогательные стихи, слова благодарности и, конечно же, музыка. Ветераны не сдерживают эмоции, ведь в преддверии праздника они получили самое важное – внимание, заботу и человеческое тепло. Выходила на крик, Катюша, на косерке, мельник, крутой. Непростая судьба выпала на долю Сергея Савельевича Лобачева. Война забрала у него двух братьев. Вслед за ними добровольцем на фронт отправился и 18-летний Сергей Савельевич. Сергей Савельевич участвовал в освобождении Смоленска, Минска, Витебска. На поляну вышли, жители всех встретили нас, целуют, крикуют там, ой-ой-ой, что было там, ужас такой. Одна жительница тут вот, и мужчина с Витебска оказалась, когда на день побед был, мы выходили, он говорит, а он же был пацаном уже. Видишь, как приходит, так ко мне приходит, начал плакать, плачать, что он сам увидел тебя. Вместе с памятью ветеранов не гасит и благодарность потомков за Великую Победу. Автозаводский совет ветеранов поздравляет вас с 79-й годовщиной Великой Победы. Здоровья вам, счастья, спасибо за победу, спасибо за воспитание подрастающего поколения. Татевик Бабаян, Андрей Костомаха, Новости Тольятти. Мы помним наших героев в преддверии Дня Победы. Ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления. Тысячи людей хотят подарить им внимание, теплоту и заботу. Компания «Лады Меди» и телеканал «Тольятти-24» тоже не остались в стороне. Среди наших абонентов и зрителей много тех, кто 79 лет назад защищал нашу Родину. Мы с большим удовольствием пришли к ним в гости, чтобы лично сказать спасибо. Родник славный. Он нам достался дорогой ценой. Сегодня ветерану Великой Отечественной войны Павлу Карповичу Михалицыну 98 лет. А на фронт он уходил с 17-летним юношей. На войну был призван из деревни Махалята, тогда еще Горьковской области. В 1944 году Павел Карпович вошел в состав Первого Белорусского фронта, который в конце Великой Отечественной освобождал Беларусь, Польшу от фашистов и принимал решающее участие в битве за Берлин. В 18-й год был, когда он начал воевать. Забрали-то в 17 с небольшим. Ну, пока учили, пока все, на фронт попал уже почти в 18 лет. И рост там был мелкий, и солдаты тогда были, рано начинали воевать. И по возрасту, и по росту, и в общем, но тем не менее, победили. На войне Павел Карпович пробыл недолго. В одной из наступательных операций Красной Армии он был сильно ранен и контужен, но до сих пор помнит все до мелочей. Дали направление, там, говорит, немцы. Вот, говорит, вперед, стреляйте в ту сторону. Стреляли разрывными пулями, говорит, чтобы как можно больше шума было. Ну, а, говорит, потом, говорит, разорвалась мина рядом. Когда очухался, говорит, крови уже не было. Подобрали меня в госпиталь. После госпиталя Павла Карповича отправили на Дальний Восток. Там в составе Красной Армии он прикрывал рубеж от фашистской Японии. Демобилизовался лишь в 1950 году. В 70-х переехал в Тольятти. У него большая и дружная семья. В честь Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны пришли поздравить учащиеся морского кадетского класса школы номер 58. Вставай, великая страна, мы вспомним эти имена. Сегодня прадеды и дети наденут арминат. Спасибо! Спасибо! С троевым шагом ученики 58-й школы отправились к Павлу Карповичу, чтобы вручить ему букет цветов и выразить слова благодарности. В лице кадетов мы хотим поздравить вас с Днем Победы и выразить благодарность за ваш подвиг. Мы помним, вот такие хранители, наследники Победы. Храним память и с глубоким уважением. Вот сегодня пришли вас поздравить. Очень рады, что нам выпала такая честь. Компания «Лада Медиа» и телеканал «Тольятти-24» тоже пришли к Павлу Карповичу, чтобы поздравить его с праздником. Поздравляем вас с наступающим Днем Победы! Возьмите, пожалуйста, «Лада Медиа». Это великий праздник для нашей страны. Спасибо вам за то, что вы когда-то были участником тех страшных событий. И позвольте от нашей компании «Лада Медиа» вручить цветы, гвоздики и вот такой небольшой приятный презент. Денис Капля, Владимир Никитин, Новости Тольятти. И о погоде спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Шторы Аллегра. Огромный выбор и доступные цены на шторы, карнизы, жалюзи. Весь май бесплатный пошив. Магазин-склад на автозаводском рынке. Въезд на территорию с улицы Воскресенской. Аллегра. Уют вашего дома. Смотрите и слушайте телеканал «Тольятти-24» в нашем телеграм-канале, а также во всех популярных соцсетях. Новости, прямые трансляции, фильмы и сериалы. Телеканал «Тольятти-24» всегда самое важное и интересное. В студии работала Юлия Шевцова. До встречи.